Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня основная серия на проекте Accent Roleplay, это проект тематики Советский Союз. Да, я думаю, вы все понимаете, что это реклама, я этого не отрицаю, но давайте отнесемся к этому нормально, потому что я не так часто рекламирую какие-то проекты, обзоры делаю тоже, конечно же, не часто, поэтому отнеситесь к этому нормально и с пониманием. Он открылся буквально 5 дней назад, то есть это реально тематика Советский Союз, очень хороший подход у проекта, есть в лаунчер, получается, который буквально за 15 минут вам установит все, что нужно, и вы сможете зайти поиграть. Итак, первое, что нас встречает, это, конечно же, окно регистрации, сейчас вводим пароль, потом выбираем пол, у нас мужской, и вводим там ник, допустим, игрока, который вас пригласил, вы здесь можете ввести мой ник, Кирилл Полканов, короче. И здесь регистрация национальности, то есть здесь вы можете выбрать любую, в принципе, национальность, я, получается, украинская национальность, поэтому выбираем украинская СССР. И, в принципе, здесь можно вводить ник по-русскому, то есть здесь как бы русифицирован никнейм, так сказать, то есть мы можем написать, допустим, вот, Кирилл, получается, Полканов. И все, теперь нам нужно перезайти и в окошке именно там, где лаунчер, ввести именно по-русски Кирилл Полканов и уже потом зайти на сервак. Итак, вот, получается, я зарегистрировался, у меня теперь русский никнейм, и надо выбрать скин. Здесь их, на самом деле, очень много, и они все, все разные, реально. Выбор здесь реально очень большой, я, наверное, не знаю, какую выберу даже. Давайте выберу просто священника, почему бы и нет. Так, вы успешно зарегистрировали аккаунт на нашем советском проекте. Желаем вам приятной игры, на нашем проекте советуем отправиться на ближайшую подработку, чтобы подработать на оплату водительских прав. Так, мы зашли, получается, вот такой у нас вокзальчик. Я, конечно, давно не делал обзоры на проекты, но я думаю, у нас все получится. Итак, акцент роли плей, 200 рублей, 1000 копеек. Если что, это проект без бонуса, то есть это действительно РП проект. Я думаю, многие, в принципе, про него слышали, потому что он как бы на струху, как бы про него много, в принципе, постов там в разных группах и так далее. То есть, проект реально интересный. Итак, мы появились на вокзале, где конкретно, я, честно, даже не понимаю. И по карте, честно, непонятно. Так, это, получается, а, мы появились в Латкарина, получается, да. Так, видите, вот ник мой, Кирилл Полканов. Онлайн сейчас 10 человек, время 9 утра. Получается, выпить хлебный квас или выпить морс. 10 копеек, 12 копеек. Ну, давайте выпьем квас. Я понял, тут только автобус нужно ждать, либо можно как-то доехать все-таки. Тематика реально прикольная, честно, я вам скажу. Так, здесь можно фотоаппарат купить. Компас, скрепки. Я не знаю, что нам из этого вообще нужно. Так, радио. Ну, давайте, наверное, радио купим. Не знаю, зачем нам компас, но, наверное, нужен. Здесь, скорее всего, телефона нету, да, получается? Сидетька здесь достаточно большая. Можно иметь, получается, 3 транспорта. Гараж, квартира, дом. Хорошо, нам нужен газетный ларек, чтобы приобрести карту, чтобы у нас работал GPS. Так, я вроде бы сразу же нашел, где этот находится ларек. Так, отправить объявление в СМИ можно. Приобрести карту города. Все, я приобрел карту города, отлично. Итак, дамы и господа, мне тут немножко бабличка отсыпали, поэтому я хочу купить машину, чтобы мы могли, как бы, нормально передвигаться. Но ценность здесь, конечно, я балдею. Это самый элитный такой автосалон, я так понял. Просто до того, кто подешевле автосалон, до него намного дальше надо ехать. Я думаю, вы понимаете, что здесь нету там Мерседесов, Роуз-Ройсов и так далее. Здесь чисто советские машины. И вот, допустим, что это у нас за машина? Это ГАЗ-12, допустим. Вот такой вот кабриолет есть, Волга, получается. Реально такие машинки именно советские. То есть, тематика, повторюсь, проекта именно Советский Союз. И здесь нету каких-то иномарок и так далее. 1700 рублей. Вот, может, ее и купим, в принципе. Короче, я могу себе позволить всего лишь вот того вот Лягушенка. Либо здесь еще есть, в принципе, Запорожец. Ну, давайте вот этого Лягушенка купим, типа, как первую машину. Она, в принципе, подешевле, чем, получается, та. Так, для покупки в Теле вы должны что-то из списка дом-гараж. Ага, надо купить какую-то квартиру, да? Типа, дом, я думаю, мне на дом точно не хватит. Вот, квартирку я бы купил. Бать, квартира стоит дороже, чем, получается, машина. Так, Лиса, комнат 2. Ну, приобрести, давайте нажмем. Ладьер из Кирилл Палканов. Номер квартиры 2017. Состояние закрыто. Точнее, открыто. Так, двухкомнатная такая вот квартирка. Ну, интерьер, в принципе, обычный. Поскольку дома просто стоят, поэтому я решил купить квартиру. Ну, и сейчас, в принципе, купим свою первую машину. Сразу же в этой серии. Ну, типа, проект реально интересный, я считаю, как бы. Вот именно поэтому я решился, как бы, снять этот проект. Потому что, если бы это был какой-то МПРП с бонусом, я бы такое, конечно же, не снимал. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Этот проект открылся буквально 5 дней назад. Он интересный. Так, приобрести. Отлично просто. Да ты шо? Моя первая машина. Так, ваше авто перегрелось. Пожалуйста, подождите некоторое время. Обратитесь в СТО. Не понял, только тачку купил уже, все? Не понял. Так, багажник, фары. А че? Че ничего не работает? Я не понял. В смысле обратиться в СТО? Че у меня с машиной произошло? А как ее завести вообще? Че-то я вообще не выкупаю. Так, бензобак 25 литров. Так, в СТО, да. Допустим, и СТО у нас есть рядом. И что мне надо сделать? А, это у акваторы такие? Чего? Не, ну, модпак здесь подобран просто идеально, мне кажется. Потому что, ну, реально, у тебя такое ощущение, что ты находишься в каком-то советском времени. Ты полностью пооружаешься в эту атмосферу. Это реально круто. Я, конечно, все понимаю, но как я должен, типа, доехать сюда вообще? Давайте, наверное, попробую перезайти. Может быть, что-нибудь поменяется. Я не знаю. Короче, я, как всегда, дурачок, забыл припарковать автомобиль, поэтому он находится у меня на парковке 4 тысячи метров от меня. Мне до него, как до кива рачки, короче. Я, кстати, увидел то, что здесь можно приобрести себе вот такой вот бочонок с квасом. Стоит он 5 тысяч рублей. То есть это, я так понял, считается как бизнес. Ой, какая шестерочка, ё-моё. Какая моделька классная, смотрите. Вообще соска. Я, ну, моделька, кстати, красивая такая. Полностью карта переделана, я вообще как будто попал, блядь, в другую игру, реально. Просто ничего для меня не понятно, поэтому очень сложно здесь сориентироваться. Куда, что бежать, что делать. То есть, ну, проект реально интересный, пацаны. За одну серию, конечно же, я вам все не покажу. Так, давайте пробежим туда дальше, посмотрим, что там вообще находится. Короче, это получается мостик для рыбалочки. Видите, здесь запишется на рыбное место, фиш прописать. Ну, кстати, прикольно выглядит, типа, такая речка, течет. И здесь можно рыбу ловить. То есть, реально круто. Так, мы сейчас бежим, здесь продаются еще домики. А, да, вот здесь дома, кстати, продаются. Бля, я сейчас, конечно, буду лохом, если я купил, типа, квартиру дорого. Может, дом был бы выгоднее купить? Так, вот дом куплен. Это чей-то дом. Так, 5500 рублей цена. Так, можно даже войти в дом. Просто я не знаю, какие здесь зарплаты. А что тут пусто вообще? Типа, надо самому ремонт делать или что? Ну, я думал, кстати, здесь домов нету, а здесь, как бы, они есть. Так, а этот стоит тоже 5500 рублей. Скорее всего, они здесь все, наверное, столько стоят. У вас не хватает денег, спасибо, что напомнили. Вот этот, кстати, дом симпатичный. Но я, честно, не знаю, это дорого или нет. Поэтому я вам ничего сказать по этому поводу, в принципе, не могу. Здесь где-то должен быть рядом еще один автосалон. Я, ну, пацаны, честно, атмосфера реально хорошая. Вот здесь реально просто не хватает онлайна. Хотя онлайн уже 16 человек, как бы, 20 минут прошло, уже 16 человек играет. Ну, то есть, если бы здесь онлайн было, там, человек 300, 400, то было бы реально очень круто. Потому что сама атмосфера здесь очень классная. Я вам реально советую зайти поиграть. Потому что атмосфера здесь реально прикольная. Ну, ладно, на этом я буду заканчивать. Вот такой вот получился небольшой, в принципе, обзор. Полностью, конечно же, я вам не смог все показать. Но если вам интересно, заходите, как бы, играйте. Все ссылочки будут в описании. Всем пока-пока.